Приветствую! Продолжаем цикл передач «Избирательные технологии». Мы с вами закончили очень большую и важную тему «Стратегия» компании, рассмотрели все вопросы, связанные с стратегией. И теперь переходим в то, что я называю «касание избирателей», ну многие еще говорят «тактические шаги в компании». Это тоже очень серьезный вопрос, потому что это практика компании. Это то, как вы выйдете на избирателя, как передадите ваши идеи, программные установки, какими путями дойдете до избирателя. Но прежде чем перейти к этой теме, я сегодня такую вводную часть введения в тему назову. Значит, первое, что вы должны осознать, это очень важный такой вопрос, что, как правило, люди голосуют не за идеологию и не за партию, а за лидера и за идею. Вот я как бы разбил на две части разбиваю. То есть сначала не за партию, а за лидера. Не буду сейчас объяснять, в ходе дальнейших бесед я об этом еще скажу пару слов. И не за идеологию, в идеологию мало кто сейчас верит, а за идею. И третий момент, очень главный, эта идея должна стать проектом вашим, должна стать то, что мы называем мечта. Вы продаете мечту людям, потому что зачем за вас голосовать, если вы не нарисуете им светлое будущее, если вы не расскажете, как мир изменится, как все в стране изменится, как в их жизни изменится после вашей победы. Ну или партии, или кандидата. Вот это такие три единые задачи, на которые вы должны обращать внимание, прежде чем приступить вот к тому, как дойти до избирателя. А вот путей до избирателя очень много. Разобьем на три составные части эти пути и потом каждую часть отдельно рассмотрим. Вот я сказал, разобьем на три части, и пусть каждый из вас подумает, слушай, а какие это части? Это очень простой ответ на этот вопрос. Где можно поймать, застать избирателя? Есть только три таких места, где вы его ловите. Первое место на работе. Потом подробнее я расскажу. Второе место вы его ловите на улице. Ну и третье место, естественно, вы ловите его дома. Значит, запомните. Работа, улица, дом. Исходя из этого, вот по каждому из этих моментов, где можно поймать, вы составляете, ну, такую, свои тактические шаги. А как, какими путями можно достать в этих местах избирателя? Хорошо, давайте я вам подскажу. Первый путь. Ну, что, первое, давайте возьмем на работе. Так вот, а как на работе достать избирателя? Ну, есть старый классический способ, еще в те далекие советские времена. Это через руководителей разного ранга. Ну, вы прекрасно понимаете, что это возможно в том случае, если у вас есть возможность выйти на этих руководителей. Почему важно через руководителей? Потому что, а, руководитель может сказать что-то, руководитель может воздействовать, у него есть рычаги влияния. И, кроме того, руководитель может помочь вам собрать людей, там, в перерыве, в обеденном перерыве, да иногда и во время работы это делается. Поэтому очень важно наладить отношения с руководителями разного ранга, если вы хотите воздействовать на работе. Второе. У вас должны быть свои агитаторы. Ну, практически во всех постсоветских странах запрещено иметь партийные организации на предприятиях, а не вне предприятий, только на территориях. Я не знаю, может, в какой-то стране разрешили, но я, честно говоря, не помню. Так вот, у вас должны быть свои люди, которые будут по-тихому агитировать, рассказывать о вас, о вашей партии. Ну, безусловно, желательно, чтобы эти люди были авторитетные, уважаемые в коллективе. Значит, их надо заранее искать. Особенно, если большое предприятие, надо несколько таких людей найти. Если маленькое предприятие, хватит и одного человека. Следующий момент – через распространение агитационных материалов. Тут тоже надо подумать. Их можно через руководителей распространять. Их можно распространять через ваших агитаторов, явных и тайных. То есть некоторые, может быть, не хотят активно за вас агитировать, но где-то подложить, куда-то листовку, там, в столовую положить, еще в каком-то месте. Это могут люди сделать. Поэтому вы должны об этом думать. Как вот доставить вашу агитационную продукцию на предприятие. Следующий момент очень важный – это собрание коллектива. Ну, тут без руководителя я уже говорил вначале – не обойтись. Потому что, ну, даже агитатор, какой бы ни был авторитетный, он не имеет права собирать. Поэтому вы должны договариваться с руководителем о том, чтобы вам собрали коллектив. Особенно это в школах часто бывает, с директорами школ на предприятиях, на заводах, в поликлиниках, в больницах, ну, и в других учреждениях, даже в министерствах, в каких-то агентствах. И еще один метод, который везде достают, ну, наверное, кроме улицы – это через интернет. Потому что на многих предприятиях, я не имею в виду там промышленного цикла, сельскохозяйственного цикла, а там, где белые варитнички, многие во время работы смотрят интернет. И тоже вы должны этот фактор учитывать. То есть, я к тому говорю, что не только вечером люди могут смотреть, но могут и в течение работы. И не только дома, но и на предприятии. Ну, может быть, вы сами найдете еще какие-то удивительные способы, как ваши идеи распространять на предприятии. Но вот это основные, которые я вам назвал. Теперь переходим к следующему моменту – улица. Как на улице поймать, дойти до вашего избирателя? Вы знаете, на улице в основном и проводится работа. Потому что, ну, мы еще потом будем говорить, как дома найти избирателя. Но в большинстве случаев избиратели ищут на улице. Первое – это агитаторы, которые могут на улице агитировать за вас. Самые разнообразные способы они могут находить. Или раздавая листовки, агитировать. Или просто там идти, там, на них, как принято говорить, бутерброды, написано ваша фамилия или партия. И люди подходят, что-то спрашивают. Вот такие замечательные, замечательный кандидат, замечательная партия. На улице раздаются листовки и газеты. Это достаточно действенный метод. Потому что, ну, на самом деле, сразу не выбрасывают. Ну, хоть что-то посмотрят. Но идеально, конечно, раздавать возле домов, когда люди уже возвращаются с работы, чтобы он зашел дома и прочитал. Потому что многие на улице не будут читать. Или перед предприятиями. Вот человек заходит на предприятие, там уже обязательно во время работы он может выбрать пару минут, полистать газету или прочитать листовку. Митинги, пикеты. Особенно, ну, митинги – это очень большое мероприятие. Кстати, по всем этим вещам мы будем с вами подробно говорить. А пикеты – это обращение на какую-то важную тему. Вы или протестуете против чего-то, или поддерживаете что-то. Но все это и в первом, и в втором случае должно быть связано с именем кандидата и с названием партии. А не просто стоит, я против чего-то там, или я за что-то. Это вам ничего не даст. Потому что везде, в любом случае, надо доносить название партии или имя кандидата. И в этом плане, я считаю, пикеты очень такой действенной формы воздействия. Шествия – это когда по улице идут, или проезжают в машинах, или там в автобусах. Все обращают внимание. Но особенно, когда идет колонна, какие-то транспаранты, флаги партии, там фамилия кандидата. Обязательно люди обратят внимание. Да, может быть, кто-то и поругает, что мешаете там движению автомобилей, там троллейбусы, автобусы остановились. Но все равно о вас заговорят. Вот вышли, особенно если вас будет там много. Но это шествие, демонстрация – это примерно одно и то же. Собрания. Тоже на улице можно проводить небольшие собрания. Отдельно я выделяю, и об этом мы будем в следующий раз с вами говорить, встречи с избирателями. Я считаю, это очень важный момент в избирательной кампании. Особенно если, ну мы много будем говорить и подробно об этом, если хорошо встреча организована. Вот на это обращайте внимание. Тут может хорошо засветиться кандидат, партия, можно донести свои идеи, можно мобилизовать каких-то сторонников, найти поддержку. Это очень важный момент. Монументальная реклама – это билборды, щиты. Понимаете, они, как правило, не оказывают такого прямого воздействия. Но если вашу фамилию увидят, это не сразу возникает ассоциация. О, слушайте, какая замечательная фамилия, надо проголосовать. Но это позволяет увеличить вашу узнаваемость. И это немножко давит на соперников. Смотрите, везде эта партия, везде этот кандидат. Значит, они мощные. Смотрите, сколько у них билбордов, сколько счетов. Ну и отдельно можно и растяжки. Это тоже, особенно в населенных, небольших населенных пунктах растяжки играют значительную роль. Особенно, если вдоль улицы сельской, вот эта растяжка, и с названием партии, или кандидата, или с каким-то вашим слоганом, который стал уже узнаваемый. Поэтому на это обращайте внимание. Реклама на транспорте. Тоже на это обращайте внимание. Особенно в троллейбусах, в маршрутках, в автобусах. Если есть такая возможность, позволяют вам и разрешено, размещайте эту рекламу, потому что когда человек, то есть это может быть и снаружи, и внутри. Особенно внутри люди едут, волей-неволей посмотрят на этот плакат, обратят внимание на фамилию, ну и наверняка что-то запомнится. Листовки и плакаты. Я уже говорил, что это раздача, но надо очень серьезно отнестись. Ну плакаты, как правило, есть места, где специально нужно их вывешивать. Не всегда это соблюдается. Они во дворах, там на дверях. Я не рекомендую это делать, потому что это злит жильцов. Но надо находить удобное место. Ну и листовки. Мы будем очень подробно говорить. Есть разные типы листовок. В зависимости от того, какие вы задачи решаете, но это важная форма, особенно если это умно, хорошо подается. Массовые мероприятия. Это какой-то концерт, и там певец за вас что-то скажет, или вы выступите, или даже споете там. И масса различных спортивных мероприятий, где вы можете прийти, не обязательно там играть в футбол, или там бежать 100 метров, но вы можете там, во всяком случае, если в футбол, первый удар по мячу, если там какое-то соревнование, вручить призы потом. То есть надо находить формы для того, чтобы участвовать вот в этих мероприятиях. Могут быть встречи еще с авторитетными людьми отдельно. Ну, у нас как-то на постсоветском пространстве не принято там обеды какие-то там, но на Западе это очень как бы традиционно устраивает обеды, приглашают известных людей. Ну, может быть, у нас тоже кое-где начинают это уже делать. Обратите внимание, это, в всяком случае, очень важный момент. И еще на кое-что я хочу обратить внимание. Я хочу обратить внимание на размещение агитационной продукции в общественных местах. Это сложно. Ну, к примеру, в магазинах. Вы можете в магазинах договориться не просто размещать как бы там ваш плакат, хотя это тоже очень хорошо, если в магазинах, на витринах ваши плакаты. Но вы можете и хитрее подойти. Вы можете, допустим, внутри магазина сделать плакат, там, кандидат такой или партия такая-то, призывает покупать местную продукцию. И как бы вот вы патриот страны, вы призываете. Я не знаю, послушаются ли вас люди, или будут покупать местную, или будут покупать зарубежную, которая, может быть, им кажется более качественной. Но, во всяком случае, это запомнится. То есть, ищите различные такие формы выхода в общественных местах, чтобы о вас было упоминание, или какой-то плакат, или какая-то там листовка, может быть, приклеенная, или вы в общественном месте раздаете, там, на рынке, к примеру. Ну, и, кстати, это принято у политиков. Они сами приходят на рынок. То советую вам на всякий случай изучить цены, потому что очень часто бывает, что потом вы придете на телевизионную передачу, скажут, вот вы были на рынке, а скажите, сколько стоит капуста? А сколько стоит картофель? А сколько стоит лук? А вы там пришли, поговорили, сказали пару слов, и вас это не интересует, вас там жена покупает, или там кто-то другой, может быть, у некоторых даже уже сейчас есть много богатеньких, прислуга есть. И поэтому это выглядит очень неловко, когда вы не можете ответить на эти вопросы, и сразу вы как бы отделяетесь от простых людей. Поэтому обращайте внимание на эти моменты. Ну, и последнее вот место влияния – это дома. Ну, говорят там на Западе, особенно англичане, мой дом, моя крепость. Вот ваша задача – взломать эту крепость, проникнуть в этот дом. Как можно проникнуть? Ну, это агитация от двери к двери. В городах это чрезвычайно сложно, но я вам скажу, и вот ко мне проникали в квартиру некоторые агитаторы, другие открывают люди. Ну, многие еще открывают. И поэтому это хорошая форма, если удастся проникнуть, откроют, сказать пару слов, обязательно что-то передать. Никогда не идите с пустыми руками. Листовочку передали, газету передали, может быть, какой-то маленький сувенирчик передали, вот от нашего кандидата, визитку кандидата с его телефоном. И тут очень важно, я потом отдельно буду говорить, у нас будет специальный раздел моего выступления, вот что делать, как проникать, какая роль агитаторов, что они должны говорить, что они должны давать. Но это очень важный момент, он еще важен тем, что должны быть подготовленные агитаторы. Ну, я немножко отвлекусь от темы. Некоторые, ну, так называемый черный пиар, делают так, нанимают каких-то бомжей, пьяниц, и они от имени вашего кандидата соперника ходят по квартирам, голосуйте, хозяйка, а может, дашь мне на бутылку водки, выпьем за нашего кандидата, и так далее. Ну, я вам не советую такие методы борьбы предпринимать против ваших соперников, но не исключено, что кто-то против вас может предпринимать, и у людей будет такое ощущение, вот смотри, что это за человек, какие там бомжи, пьяницы за него агитируют. Так что обращайте внимание. Газеты и листовки в почтовый ящик. Тут есть и плюсы, и минусы. Плюсы, это когда вы сразу в первый день начинаете кампанию, у вас это все готово, и почтовые ящики еще пустые. А если вы проснулись через месяц, они уже забиты другой агитационной продукцией, уже валяются возле почтовых ящиков, люди не обращают на это внимание. Поэтому учтите, это эффективно, потому что люди открывают почтовые ящики, забирают домой, но когда это переполнено, и уже нельзя туда вашу продукцию положить в этот почтовый ящик, это уже со знаком минус. Есть административные каналы, кто-то привлекает участковых, работников ЖЭКа, газовых служб, социальной защиты и так далее. Но это, как правило, те, у кого есть административный ресурс, да, те могут какое-то доброе слово сказать. Так же, как, допустим, в поликлинике вас врач может сказать за вас хорошее слово, или педагог в школе может сказать за вас хорошее слово. Телевидение и радио, местные. Вот вы знаете, два момента, есть воздействие центрального, телевидение и радио, и местного. Вот местному больше верят, это как бы свое такое. И поэтому, если в том регионе, где вы хотите себя продвинуть, или в целом вы по стране работаете, но через регионы, в каждом регионе у вас есть своя стратегия, своя тактика, обратите на это внимание. Но в целом, я повторяю, и центральное, и местное, и телевидение, и радио играет определенную роль. Местные газеты тоже, люди, как правило, если подписываются на местные газеты, они их читают от корки до корки, потому что им интересны новости. Если там напишут, какой вы замечательный человек, или какая замечательная партия, и если ваша умная реклама там будет, все это может сыграть определенную роль. Но это касается и центральных газет. Вот это основные моменты, на которые я хочу обратить ваше внимание, вот в те места, где надо проникнуть. И в заключительной части несколько слов о графике компании. У вас должен быть специальный человек, назовем его условно диспетчер, диспетчер. Он полностью занимается только одним вопросом. Он ведет график участия в компании лидера или партии, или кандидата. Это очень ответственная фигура. И я хочу подчеркнуть, что именно он решает, на него должны выходить, где вам выступать. То есть, это очень плохо, если выходит на вас, потому что в некоторых случаях вам придется сказать, нет, я не могу. И вот ваше нет, не могу очень негативно может повлиять. Люди обидятся. Вот там он согласился, а тут не согласился. А если диспетчер отказывает, говорит, он перегружен, да, может быть, мы постараемся, может быть, через две недели образуется что-то такое. Это уже не так. Даже если откажет диспетчер, ну, сошлются, вот диспетчер там такой-сякой отказал. Поэтому это должен быть диспетчер. Второе. Диспетчер, когда разрабатывает график, он должен согласовывать его с руководителем компании, начальника штаба и подразделениями. Потому что тут очень важно, понимаете, выбрать места, где необходимо выступать. То есть, ведь речь не идет о количестве выступлений. Просто, вот у меня было 100 выступлений или 200. Речь идет о качестве выступлений. Вы должны выступать там, где есть ваши избиратели, где есть ваши целевые группы, где есть возможность повлиять на избирателей. И поэтому, когда собирается вот этот мини-штаб, они говорят, вот планируется вот это, вот это. нет, тут нам не нужно, тут мы никого не поймаем. Лучше вместо этого пусть он на телевидении выступит, а лучше перебросить из этого района, тут у нас перспективы нет, перебросить в тот район или регион, где у нас больше, или в тот населенные пункты, где у нас больше перспективы. Поэтому обращайте, пожалуйста, на это внимание. Следующий момент, когда составляется график, очень важно, чтобы руководитель и кандидат, выезжая в определенную точку, имел о ней определенную информацию, кто его ждет, сколько предполагается там людей, что этих людей может интересовать, чем примечателен этот населенный пункт, или чем интересна это предприятие. То есть не просто он приходит, смотрит, а кто вы такие, я вот приехал к вам, я приехал в ваш населенный пункт, ваш населенный пункт уже тысячу лет истории, ваш населенный пункт знаменит лучшим там в мире, ну если это сельскохозяйственный район, там производители яблок, известные всему миру, и так далее, и тому подобное. Чем не надо пугаться, что вы что-то такое завиральное скажете, лучше в мире, лучше в Европе, или лучше в стране. Людям приятно будет, или у вас изумительно есть родник, или у вас есть такие-то люди, которые известные и уважаемые, то есть вы должны знать, куда вы приехали, кто вас там ждет, и вы должны знать, кто там вас будет встречать, кто будет председательствовать на этом собрании, потому что кто-то должен вас представить, рассказать о вас. Пожалуйста, обращайте на это внимание. Ну, есть еще много вопросов связанных с графиком, но это такие технические вопросы, я не хочу на этих деталях останавливаться, но одно только подчеркну, первое, не надо сразу расписывать на месяц, вы не знаете, что через неделю будет, неделя, ну, в крайнем случае, полторы недели, вот это такой промежуток, потому что походу может многое меняться. Следующий момент, пожалуйста, обратите внимание на вашего кандидата, а способен он выступать без бумажки, а если не способен, значит, надо организовать такие встречи, где он может пользоваться бумажкой, а какой у него голос, он может без микрофона говорить, или нужно так организовать, чтобы у него там мегафон или микрофон был, какая у него физическая форма, вот он наметил в день там четыре выступления, два выступил, а потом все, у него уже нету сил, он приходит и начинает что-то там бормотать, значит, тогда больше двух не надо выступлений в день, то есть много нюансов нужно учитывать, и как он в стрессовой ситуации ведет, и предупредить, там могут быть каверзные вопросы, там могут быть провокации, нужно быть готовыми к этому, ну тут штабисты должны подсуетиться и подготовить какие сложные вопросы могут быть, как нужно отвечать, нужно подумать о СМИ сообщать о поездках или не обязательно сообщать, нужно подумать о том, чтобы план поездок не попал вашим конкурентам, чтобы они там какие-то провокации не организовали, то есть график это очень серьезная работа, и вы отнеситесь к ней очень внимательно. На этом я завершаю, следующая наша встреча будет посвящена одной, на мой взгляд, большой, сложной, важной теме, это встреча кандидата или лидера партии с избирателями, но об этом мы поговорим в следующий раз. Все, до свидания. До свидания.